ребят всем привет с вами я стюша тайм и эта рубрика золотая молодежь и сегодня мы познакомимся со студентом белорусского государственного университета культуры и искусств алексеем пинчаком при этом 2 года назад подписалась на тебя в социальных сетях восхищаюсь твой четкой жизненной позиции ты всегда говоришь то что думаешь да я отставил свое мнение и если это мое мнение я буду идти до конца мое мнение поддержит моя семья мои родные близкие друзья ты активно поддерживаешь политику нашего государства поддерживаешь президента александра григорьевича лукашенко ты сам к этому пришел да я сам пришел просто как-то вот поэтапно рос развивался видел что наша страна развивается для молодежи много чего делается делалось и делается по сей день и я этим человеком восхищаюсь потому что он сделал страну которой можно жить и развиваться если ты завтра встретишь президент так случится что-то ему скажешь поблагодарю поблагодарю за все то что он делать для молодежи для населения нашей страны для безопасности нашего государства как ты считаешь почему я тебя пригласила в рубрику золотая молодежь потому что мне с чем гордиться и меня из достижения Поэтому ты меня и пригласила. Ты патриот своей страны? Да, я патриот своей страны. Да, конечно, я не кричу громко, что я патриот. Я просто своими действиями поддерживаю наше государство, нашу страну. И это видно в моих социальных сетях. Я за Беларусь. Это модно быть патриотом? Или это просто должно исходить из сердца? Модно, не модно. Я считаю, что это должно исходить из сердца. Потому что это я так вижу, я так чувствую. И мне кажется, истинный беларус чувствует своим сердцем, что он за Беларусь. И он будет отстаивать интересы своего государства. Ты участник многих автопробегов за Беларусь, шествий за Беларусь. Кто тебя наталкивал на участие? Или ты сам решил, что вот завтра еду? Во-первых, я видел, что на стране происходит. И граждане, которые были заинтересованы в сохранении нашего государства, выезжали в эти автопробеги, устраивали различные акции. Это все видно в новостях, в социальных сетях. Также у меня есть знакомые, которые принимали участие в автопробегах. И мне предложили принять участие. Я поехал. Это мой знакомый Андрей Тристиан. Он работает в МЧС. Вместе с его семьей мы отправились в поездку по автопробегам по нашей стране. И это знакомство с тобой, я помню. И этот момент до сих пор запомнил всю жизнь. И я рад, что мы с тобой знакомы. Я тоже очень рада нашему знакомству. Вот давай искренне. За автопробеги платили деньги вам? Ни разу. Сколько было мероприятий за Беларусь. Акции. Они были, они есть, они будут. Я принимаю участие. Там не за деньги. Мне это нравится. Мне нравится рассказывать про нашу страну, нашей молодежи, нашему населению. Мне нравится проводить мероприятия, связанные с этим. И вот эти автопробеги, которые мы участвовали. Да, мы поддерживаем тем самым наше государство. Но тем самым мы видели нашу страну. Необъятную, красивую страну. Разъезжая по стране. Гордишься? Доржусь. У нас, я скажу, у нас есть чем гордиться. Мы сохранили наше культурное наследие. У нас сохранены традиции. Мы это сохраняем и развиваем. Поэтому я горжусь Беларусью и нашим белорусским народом. У тебя очень активная жизненная позиция. Успеваешь учиться? Да, успеваю учиться. Я планирую свое расписание так, чтобы я не появлялся на занятиях в университете и хватал на активную деятельность в общественной жизни. Как наш говорит начальник испытательного отдела Людмила Петровна в университете, аксист – это тот, кто успевает и учиться, и активничать. Расскажи, почему выбрал эту специальность? Назови свою специальность. Факультет культурологии и социально-культурной деятельности. Кафедра педагогики и социально-культурной деятельности. Я специалист в социокультурной деятельности буду, если я получу образование. А я надеюсь получить образование, закончить наш университет. Ты сам выбрал эту специальность? Да, я выбрал эту специальность сам. У меня сестра училась в нашем университете, только на другой специальности. У меня учились знакомые. И я выбрал эту специальность не просто так, а потому, что она мне нравится. Эта специальность позволяет мне раскрыться творчески и быть везде во всем. Ты сегодня можешь организовывать концерт, а завтра какое-то торжество мероприятия, отдельное, допустим, просто акцию или работать с людьми. Это очень интересная и разнообразная специальность. У тебя есть уже видение, как должна развиваться культура Беларуси? Есть предложения какие-нибудь? Есть видение. Я хотел, чтобы наша культура Беларуси развивалась в направлении туризма. Потому что у нас есть на что посмотреть, и нужно привлекать иностранных граждан, чтобы они приезжали в нашу страну, посещали наши культурные объекты. И тем самым рассказывали про нашу Беларусь, что это страна с добрым населением, что она культурно богата, и нас прославляли. У тебя есть уникальная возможность, вот можешь прямо сейчас пригласить тех, кто нас смотрит, в нашу красивую необъятную Беларусь. Уважаемые люди, население Европы, других зарубежных стран, мы приглашаем вас в нашу страну, потому что, несмотря на политическую ситуацию в мире и на конфликтах, которые происходят сейчас, мы должны оставаться людьми и учиться, обмениваться опытом. Поэтому приезжайте к нам, будем рады вас видеть, встретим душевно и покажем все, что можно показать. Здорово. Я присоединяюсь к словам Алексея. Дорогие друзья, Беларусь самая гостеприимная страна в мире, не побоюсь этого слова. Мы всегда рады гостям, поэтому приезжайте. У нас есть на что посмотреть, и мы очень любим гостей. Почему у нас в стране лучше? Почему у нас в стране хорошо? Какие плюсы, на твой взгляд, в Беларуси? Я учился 11 лет в школе и получал качественное образование. Качественное образование, учебники, программа составлена так, чтобы школьник мог сам обучаться дома без учителя. То есть он пришел в школу, получил какую-то базу, дома сам еще учится, дальше идет. Также у нас созданы кружки, секции для занятия спортом различные. То есть ты хочешь заниматься танцами, занимайся танцами. Хочешь пением, вокалом, пожалуйста, это. Для молодежи в стране создано все. Также и для студентов. У нас разные вузы. Ты поступаешь на ту специальность, которая тебе нравится. Сетесь в мозги, ты поступишь. Ты будешь востребованный специалист. У тебя будет отработка после университета. Ты будешь учиться, работать в дальнейшем, иметь специальность и хороший заработок в нашей стране. Но, тем не менее, все-таки некоторые уезжают из Беларуси. Как думаешь, почему? Некоторые уезжают, потому что им обещают золотые горы. Они думают, что они молодые, что они справятся без родителей, что они могут уехать за границу. Парень, девушка вместе уехали и думают, что они там построят свое счастливое будущее. Но вы без образования, в чужой стране вы никому не нужны. У вас нет поддержки даже родителей. Где вы будете жить? Где вы будете работать? За что вы будете питаться? То есть вы там никому не нужны. И, как показывает практика, многие начинают возвращаться. Многие начинают возвращаться и думают, как здесь опять влиться в это общество. Но, что меня радует, наши беларусы их принимают. Несмотря на то, что происходило в 2020 году, наши беларусы принимают и не отталкивают, а пытаются как-то к себе привязать, то есть объяснить, что да, вы были неправы, но мы вас прощаем. И это президент тоже говорит. А ты сам хотел бы жить в другой стране? Нет. Не думал никогда об этом? Нет. Я думал, да, я размышлял. Мне интересно изучать все. У меня обширный кругозор. Но не хотел бы. Вот Беларусь, как говорят, грубо говоря, страна для жизни. Живи, процветай и учись работай. То есть создано все. Я считаю, для меня создано все. Я не жалею, что я беларусь, что я живу в этой стране. Съездить может отдохнуть в другую страну? Да, бы хотела. Съездить, посмотреть на их культурные ценности? Да, хотел бы. Но жить там? Нет. Нет. Какое у тебя отношение к союзному государству? Как ты относишься к России? Отношение нормальное. Я считаю, что мы должны взаимодействовать так. Так получилось, что мы вместе ограничим двумя государствами. И исторически так сложилось, что Россия и Беларусь вместе. Как говорят два брата. То есть я нормально отношусь. И мне нравится, что последние годы отношения с Россией и Беларусью все больше углубляются. В плане образования, культуры и других направлений. Эти дорожные карты подписываются. И то, что защита нашей страны тоже будет обеспечена на всякий случай, если, допустим, случится война. Поэтому я не против. Я только рад, что мы сотрудничаем очень близко. Тем более, что такое положение сейчас в мире, если мы были бы одни, Беларусь бы не существовала. И об этом говорил однократно президент. В интернете много, конечно же, мифов, много хейта, что касается темы союзного государства. Особенно распространено, вот Россия, это мощный такой враг, который поглотит Беларусь. И мы здесь просто будем все нищими, бедными, потому что приедут богатые олигархи из России. И все здесь скупят. И нас поропотят. Как ты к этому относишься? Россия большая страна. В России есть большие ресурсы. Им лишние территории не нужны. Беларусь это просто союзник, брат, с которым мы общаемся и друг друга поддерживаем. Все. И я не считаю, что наш президент и наше правительство допустит, чтобы такое даже было. Твою позицию и твои взгляды политические разделяют одногруппники? Разделяют одногруппники. Друзья, семья разделяют и поддерживают всячески. От меня никто не отказался. Все нормальные ребята, все понимающие. И в университете, даже преподаватели, все хорошо в этом плане. Но все равно же, наверное, были какие-то нюансы, скажем так, хейт, угрозы. Хейт, угрозы были в социальных сетях. Ну, может, кто-то в универе пытался там что-то высказать мне, но дальше слов это не уходило. Люди меняли свое мнение. И вот чем больше мы общались, тем больше они менялись. И менялись в нормальной положительной сторону. Понимая, что да, ты прав, говорили мне. На сегодняшний день ты лидер мнений. И как тебе ощущения? Чувствуется ли, что за тобой идет молодежь? Да, молодежь идет. Это очень большая ответственность, потому что малейшая моя ошибка. И, по сути, я предам их. Мне нужно быть человеком слова, который будет ввести молодежь за собой и говорить правду им. Молодежь любит правду. Молодежи нельзя врать. Малейшее вранье, ты потеряешь доверие навсегда. Да. Мы тоже очень любим правду, поэтому подписывайтесь на наш канал «Минская правда». И будете всегда в теме, в тренде и в курсе всех новостей. Какие у тебя планы на будущее? Мои планы на будущее – это закончить университет. Потом, помимо этого высшего образования, получить еще одно высшее образование, пойти учиться куда-нибудь. Можешь пойти в магистратуру в нашем университете, специалистом стать в этом направлении, в этой деятельности. Хотелось бы остаться, естественно, в Минске и распределиться где-то здесь. И строить карьеру в отношении культуры и политики. Я думаю, у тебя все получится. Ты молодец. Спасибо за то, что пришел сегодня к нам на интервью. Пару слов, пожелания ребятам, которые будут нас смотреть. Дорогая белорусская молодежь, я хочу вам пожелать одного. Здоровье, естественно, это банально и успехов. Но учитесь, не забывайте свою родину, своих родных и близких. Любите свою родину. Приносите самое полезное нашей стране. Потому что сейчас вы думаете о чем-то великом, думаете, что за границей хорошо. Нет. Подумайте. Поучитесь у нас. Поработайте здесь. И поймете, что ваша родина – это Беларусь. Сделайте что-то полезное, и вы не захотите оттуда уезжать. Здорово. Ребят, спасибо за то, что досмотрели нас до этого момента. Вы очень крутые. Прислайте заявки на участие в нашей рубрике «Золотая молодежь». Ставьте пальчики вверх. Любим вас. И пока-пока.